Впереди нас ждут потрясающие дни, полные отдыха, рыбалки и погружения в уникальную природу этого сурового, но невероятно красивого региона. Это не просто место на карте, а целый мир, который обещает стать незабываемой частью нашего путешествия. Отправляемся на самый край Земли! Ну вот мы и в Салихарде. Кстати, это единственный город, который стоит на полярном круге. Но это не конечная точка нашего маршрута. Сейчас едем на речной вокзал, и наши приключения на этом не заканчиваются. Садимся на теплоход. Еще три часа в пути по великой реке Опь. Потом пересаживаемся в лодку. Еще пару часов на лодке, и мы на базе. Выехали из дома в пять утра. Восьми вечера должны добраться. Субтитры подогнал «Симон»! Погода, как обычно у нас, нелетная. Ну а что делать? Устраиваемся к причалу. Все вещи у нас готовы, собраны. Мы в англандировании, готовы ехать навстречу дождю и ветру. Андрей, а сколько по километражу двигаться? Ну, по километражу где-то пятьдесят восемь. Там, видишь, зависит от ветра и от ветер встречный будет. Продолжение следует... Спасибо. Мы успешно добрались. Поприветствовали речку. Погода не айс. Льет дождь. Вы сами видели, как мы ехали. Но качественное оборудование и хороший опытный капитан, с которым мы могли чувствовать себя уверенно и в безопасности. Вот такая база. Здесь находимся только мы и Андрей. Как раз хозяин этой базы. За всем здесь смотрит. И у него в гостях мы будем отдыхать. После долгой дороги все-таки целый день сегодня ехали. Добирались сквозь бури и грозы. Сейчас отдыхаем, готовим ужин. Завтра решим, что будем делать дальше. Куда двигать, где ловить и что преподнесет нам погода. Какой сюрприз. Надеюсь, что ясное небо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Всем доброе утро. Нас продолжает заливать дождем. Поэтому проводим время на базе. Давайте, пока есть свободная минутка, покажу вам, где мы будем жить. Это такой национальный дом. Приглашаю вас внутрь. Этот дом для гостей, базы, как пример. Ну и чтобы чувствовать себя в таком национальном колорите. Полное погружение с головой. Конкретно здесь может разместиться до восьми человек. Семь спят здесь. И один вот на этой кровати. Все сделано вручную. Обратите внимание, что все в шкурах оленя. Везде какая-то национальная, интересная, самодельная атрибутика. Рог овцебыка в качестве вешалки. Смотри, здесь это. Какой бубен. Да, бубен. Его нагревают. И потом стучат. Наверное, какие-нибудь обряды, что-то связанное с духами. Потому что для хантов все это важно. Здесь в углу располагается небольшая кухонька, плитка, чайник. Электричество работает от бензогенератора. Поэтому без своих любимых электроприборов вы не останетесь. Даже в такой глуши. Столик. Такие вот маленькие стульчики. Ну это чтобы пировать, да? За столом. А вот это что? Расскажи. Вот это вот. Очень интересно, что за... Как называется? Полок. Полок? Здесь может спать семья. Также он защищает от комаров. В таком доме может находиться несколько, ну так скажем, частей одной большой семьи. И у каждой может быть свой полок. То есть можно здесь полок повесить, вот здесь полок повесить, да? Да, здесь полок повесить. И две семьи будут жить. Да, и две семьи в одном доме будут все вместе жить. А где ты сегодня спала? Конечно же там. Здесь мы сегодня ночевали. В самом доме все равно комары немного присутствуют, хоть мы и зажигали вот эту спираль от комаров, но вот прям под полоком нет никого, кроме вас двоих. А ты расскажи, как мы вчера приехали и как нас встретили комары? Вчера вышли, вот только лодка подъехала к берегу, мы вышли из лодки и просто вот я даже не могу представить, как это описать. Просто вот как дождь идет и точно так же вот сколько капель в ливне, столько же комариков одновременно уселось на мое лицо, руки, шею, на любую часть тела, которая была не защищена одеждой. Ну, в принципе, и на одежду тоже им было все равно. У меня даже не было вот этой минутки, чтобы достать рифтомид и обрызгаться. Просто все в один момент так. И все, и тысяча укусов на моем лице, на моих руках. Но они, конечно, быстро зажили, то есть мы быстренько среагировали, обрызгались. Но такая встреча была очень даже неожиданной. Для нас не ожидало, что здесь столько насекомых. Но в целом мы к ним были готовы и москитные сетки тоже взяли. Но вот такой первый поцелуй природы вчера с нами приключился. Мы собрались, готовы. Попробуем выйти на воду и порыбачить. С собой удочки, снасти и хорошее настроение. Заряженное на поклевки. Попробуем выйти на воду и порыбачить. Так, первая поклевка у Андрея. Это хозяин базы. Показывает мастер-класс. Повываживаю у него Кать Пацак. Жалко! Первая рыба! Мастер-класс клюнулся. Клюнула на силикон. Я даже буду силиконовую поставить. Покажи размер силикона. Детский размер. Это в одном. Шесть с половиной. Надеюсь, что она была не одна. Раз с рыбалкой на удочку не задалось, у меня все равно для вас есть кое-что. Мы приехали проверить сети. Местным их ставить можно. Сейчас посмотрим, как это делается и что там будет интересно, какая рыба. Так, вон первая рыба, да? Что это, Катя? Сырок. Вещи положили. Сейчас уберем. Рыбу сюда сложим, чтобы на полу болталась. Как сказать? Универсальная сумочка, да? Смотрим дальше, да? На ужин хватит, раз не смогли на удочку поймать. Три хороших рыбки, одна маленькая. Это просто кошмар. В это время уже тут. Сухо. Коседний уровень воды. Вот так вот мы попали. Так что, когда уезжаете далеко и за большой рыбой, да? Надо звонить обязательно на базу, либо местным, узнавать про уровень воды. А если у вас отпуск всего 4 недели в году и вы заранее покупаете билеты, то вам придется смириться и просто отдыхать и наслаждаться природой Северного Урала. Андрей отправляется чистить рыбу. Посмотрите, какая водная гладь. Красота. Ветер стих, завтра должна быть прекрасная погода и будет еще шанс порыбачить. Чистится легко, да? Да. Чешуя мелкая. Рыба в сковородку не помещается. Разрезаем ее напополам. Да. О, идеально. Один кусочек, может даже два. Первая партия у нас готова. Загружаем следующую. Еще здесь сделали экспериментальные надрезы. И еще пожарили картошечку. Такой вкусный ужин получается. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok вот возле больших кустов она длится метров 200 попробуем его простучать проверить на наличие рыбы непонятно даже как с таким количеством воды на два метра больше чем обычно местные говорят что это уровень весны возможно рыбалка будет недели через 3-4 а если дожди продолжат также лить как сейчас и как лилии на прошлой неделе то возможно в этом году уже никогда ловлю я сегодня на спиннинг от норстрим favorite tweet special довольно жесткая палочка до 35 грамм и короткая такая твичинг но повесила сейчас вертушку золотистую расчет на нее у андрея кстати спиннинг такой же такая хорошая жесткая палочка под твичинг и удобно что у нее короткая рукоятка то есть твичить будет самое оно ваблерами самые внимательные зрители еще с первых кадров снятых из окна иллюминатора самолета обратили внимание на количество воды в реке будь то начинающий рыбак уж тем более профессионал скажет рыбалки здесь не будет сейчас стоит практически весенний уровень воды в наши средние широты лето пришло в этом году поздно а на ямалы подавно плюс предгорный район снежная зима и затяжные дожди сделали свое дело во время паводка вода в реках становится мутной из-за большого количества частиц грунта смываемых с берегов изменяется скорость течения потока размер глубин а также ландшафт береговой линии стоит ли попытаться выехать на рыбалку безусловно ведь сам процесс не менее приятен чем результат возможно вас есть какие-то лайфхаки как спасти такую рыбалку и уехать с уловом обязательно делитесь в комментариях и а 1 и и 2 и и В то утро мы не увидели ни одной поклевки и отправились обратно на базу. Мы в гостях ухантов, коренного народа севера, который на протяжении веков живет в гармонии с суровой, но очень красивой природой. Они занимаются оленеводством, рыбалкой и бережно охраняют окружающую среду, понимая ее ценность и силу. Ханты – удивительные люди, чья жизнь тесно связана с традициями предков. За несколько дней, проведенных здесь, мы не просто узнали о жизни коренных народов, но и почувствовали тепло и гостеприимство, которое они щедро дарят своим гостям. Вот такие приманки с собой взяли на эту рыбалку. силикон 6 дюймов и 6,5 вот в таких оттенках. Пробовала и вот этот зеленый с рыжим, вот такой тоже желтый с фиолетовым. Вот этот только не попробовала, но сегодня вечером еще выедем на рыбалку и его тоже проверим. Вот такой желтенький еще, тоже его попробовала. На него даже вроде был тычок, но это не точно, потому что, как вы помните, воды куча и с этим есть небольшая проблемка. Также у нас здесь вот такие большие воблера, большой поппер, парочка относительно легких джерков 60-70 грамм. Весы, вот такие воблера еще с собой. Тут преимущественно джакал, вот этот, большая вон вертушка еще записалась, вот этот тоже неплохой, тоже все такие неплохого размера. Вот, кстати, вот этот силикон, вот этот воблер тоже джакал, мне очень понравился, классно играет. Он еще с шумящей бусиной внутри, крутой. Тоже поппер, поппер, удочка. Такие вот приманочки с собой брали. Тут еще просто коробка со всяким разным поводками, крючками, щипцами, ножницами и так далее. И здесь крупные и не очень вертушки на случай, если бы мы поднимались на горную реку за Хариузом. Но с такой водой никакого Хариуза, там все наверху в горах еще больше разлилось, поэтому даже не ездили. И сумочка, вот про нее я хотела рассказать. Кемота. Заказала на Wildberries, оставлю ссылку вам в описании. Крутая. Мы, получается, приехали с чемоданом, она вот так легко складывается, непромокаемая, все швы проклеены. Здесь у нее есть линейка для рыбы. Так она, получается, была сложена, на дно чемодана у нас убрана, в самолете прилетели. Чемодан, естественно, лежит у нас, остался в домике. Не потащим же мы его с собой на рыбалку, надо что-то водонепроницаемое, чтобы вещи внутри остались в сухости. Выбудет такой вариант, тем более он максимально бюджетный. Не подойдет, мне кажется, вообще все вместительный. Вчера также возили в нем рыбу, никакие вещи, ничего не запачкалось. Рыба осталась внутри, в нее, причем, можно еще набрать воды и ничего не вытечет. И, в целом, например, можно набрать воды, использовать просто как ведро. А можно набрать воды, живца туда посадить. Запасная копушка, обязательно что-то от комаров, перчатка для рыбы. И вот это тоже сейчас сюда же сложим. Супер вместительная. Самое главное, что не пропускают воду. Потом на сплав еще поедем на следующей неделе, тоже ее с собой возьмем. Сегодня распогодилось, на улице тепло, вышло солнышко, тепло, поэтому рассчитываем. Может, сегодня при смене погоды и с уловом повезет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Андрея рыба! Наконец-то щука! Хоть кто-то поймал. Так, я помогу тогда с подсаком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, только не форсируй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Эту огромную щуку. Тут, видите, как оно? Либо огромная рыбина, либо ничего. Ну, это, конечно, всё природа, всё вода. Тут обычно такая... Такая маленькая речушка течёт, а тут очень сильно всё разлилось. конечно рыбалки здесь никакой либо очень-очень трудовая вот у нас получается с вами за сколько мы уже здесь находимся дня 3 или даже 4 отдыхаем несколько раз выезжали на рыбалку и тишина один раз была поклевка у андрея и вот второй раз мы эту щуку конечно дожали давайте покажу вам базу где мы остановились здесь кухня можно что-то приготовить уютно посидеть вскипятить чайник посуда это все есть раковина беседка где можно пожарить шашлычок казаны мангалы решетки это тоже все есть вот наш гостевой домик где мы живем отдыхаем уже заглядывали с вами внутрь ранее вам тоже все показывала все сделано в таком национальном стиле очень симпатично чум там вон стоит еще один здесь прямо это туалет нарты баня и хозяйский домик вот такая красота выложены вот такие винты потому что здесь перемещаются в основном на лодках река выше горная много перекатов и вот что происходит вот что эти реки и перекаты камни делают с винтами вот винт хороший а вот вид после переката ну и вот они все биты здесь еще на территории находится вот такой маленький домик в нем хранятся различные святые вещи и идолы которые принадлежат роду роду чья земля на чей земле мы сейчас находимся это как раз род андрея у которого мы гостях и здесь вот когда происходит какое-то значимое событие в семье например рождение ребенка здесь проводят всякие обряды жертвоприношения для того чтобы ребенок рос здоровым мы провели на базе несколько дней отдохнули вдохновились красотами уральской природы если у вас появилось желание посетить эти края или будете проезжать мимо заезжайте в гости к андрею контакты обязательно оставлю в описании под видео если рыбалка для вас это важный аспект отдыха то обязательно уточняйте насчет уровня воды чтобы не оказаться в такой ситуации как например сейчас воды куча рыба клюет очень неохотно можно сказать не клюет вообще а так здесь рыбалка конечно шикарная вот как мы щуку выучили втроем такую же можно практически на каждом пятом запросе доставать а каждый второй третий четвертый будет просто щучка или окунь поменьше с вами увидимся уже в следующем ролике увидимся уже совсем скоро всем желаю замечательного дня всем пока